Пей на здоровье. Шведские ученые доказали, кофе продлевает жизнь. Эксперимент растянулся на 20 лет. Исследователи отобрали свыше полумиллиона мужчин и женщин. Возраст от 20 до 79 лет. Добровольцы заполнили специальные анкеты, где указали, какой вид бодрящего напитка предпочитают, сколько чашек выпивают за день. Там же указывались вредные привычки, образование, уровень физической активности, рост, вес, кровяное давление и уровень холестерина. Оказалось, что фильтрованный кофе снижает общий риск смерти до 15%. Лучший показатель у тех, кто пьет от одной до четырех порций в сутки. Какой кофе предпочитают горожане и как не разориться на специальных фильтрах? Максим Кембель проверил, правда ли, что аромагия сближает. Все очень просто. Начинает разговор боиста Анастасия Скороход. Берем зерна около 9 граммов. Измельчаем. Между тем подготавливаем кемикс. Вставляем фильтр. Пропускаем через него кофе с кипятком. 5 минут и ароматный напиток готов. Кофе фильтрованный, более полезный, чем обычный. Тем, что он заваривается именно через фильтр, следовательно более чистый. Но если кофе вздолгоотреблять, то ни к чему хорошему не приведет. Одна чашка бодрячего напитка вытянет из кошелька около 5 рублей. Эксперты подсчитали. Дешевле готовят на домашней кухне. Тем более, что большинство вовручан предпочитают кофе. За то, что он бодрит, веселит, поднимает настроение. И кажется, что день будет лучше. И будет очень много солнца. В каталоге популярного интернет-магазина больше 2000 кофемашин. Самая дешевая стоит как 3 пачки молотова. 30 рублей. Цены на технику премиум класса кусаются. Этот агрегат оценили 18,5 тысяч. Небольшой ассортимент есть даже в продуктовых гипермаркетах. Там же продают фильтры. За упаковку 6-10 рублей. Ее хватает на пару месяцев. Если считать только цену за кофе, то вот в этой большой красивой кофемашине, а также в рожковой кофеварке и, наверное, в капельной, цена за чашку кофе будет почти в 2 раза дешевле, чем вот в этих капсульных. В ней чашечка эспрессо стоит всего 40 копеек. Если пить кофе 3 раза в день, то разница в стоимости окупит себя уже через 15 месяцев. Ценителей этого горячего напитка трудно переубедить. Большинство засыпают в кружку пару ложек молотого кофе и заливают кипятком. Пахнет прекрасно. Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели.